Поскольку мы посмотрим сейчас «Сон разума», называется картина, сделанная Ольгой Львовой. Я очень благодарен, Ольге, за представление этой картины. Она Викторе Корке. Казанову уже в годах играет Владимир Меньшов. Давайте посмотрим сюжет, потом вернёмся. Шекспир Гамлетт, что тоже с надпись от автора. Милон Джакома, графин Саваж. В день, когда вы сказали «Если быть, то с тобой, если не быть, то тоже с тобой». Красиво сказано. Но только, милая графиня, вопрос «Быть или не быть» для меня больше не стоит. Когда этот вопрос отпадает, когда смерть вот-вот постучится к тебе в дверь. Интересные роли, и есть свои всплески, и падения. А сложно вообще играть вот этот текст? Знаете, поначалу было сложно. Сейчас мы его обмяли, и он стал уже своим. Поначалу казалось как-то всё это неродным. Весь этот мир. Нет, здесь всё нравится. О, ну-ну-ну-ну-ну-ну! Какая пьеса, какая пьеса, вот мы и играли. Вот пришёл автор, слава богу, он, правда, давно не смотрел, но, слава богу, не сказал ни одного плохого слова. То есть, держим, держим эти автора, значит, правильно написал, а зритель как реагирует? Это, во-первых. Во-вторых, к игре могут быть, конечно, вопросы. Да. Но к материалу. К некоторым, к некоторым, но материал вот такой, она живёт, она живёт, она живёт. Ну, как вовремя мы заговорили про Казанову, вы сразу проиллюстрировали этим сюжетом. От души хохотал не только там Виктор Корки, но и сейчас тоже, глядя на этот сюжет, от души хохотал, видимо, радуясь и самой пьесе, и тому, как воплотили всё на сцене. Да? Нравилось? Ну, конечно, нравится. Я вообще люблю, когда мои пьесы ставят, вот, и та самая. А для чего, иначе человек пишет пьесы? А то, что сделала с вашей пьесой Оксана Мысина, понравилось? Да. Да? Да. Вы знаете, опять, тут дело в том, что Оксана поставила трагический спектакль. Трагедия, она в нашем мире всё время присутствует, и она будет очень серьёзное в человеке чувство, инициирует. И особого рода энергии. То, что кругом всё время хохмят, это не значит, что другого нет. Понимаете? И более того, скажу, что эти трагические энергии, они жизненно необходимы для того, чтобы человек ощущал себя человеком. Есть люди, которым иногда вообще не смеются. Но нет человека, который, если человек наедине с собой не может прочувствовать что-то до слёз. Это не человек. И вот чего я боюсь, что мы постепенно можем утерять некие вот эти качества. Это связано с тем, что очень много статистики. И одна трагедия – это трагедия. А когда 100 миллионов, понимаете, это действительно статистика. В этом есть страшное что-то. Я сюда ехал, слушал радио, там люди высказывались о сегодняшних главных событиях. Вот насчёт этой шахты, насчёт этого взрыва. Понимаете, как все переживают. А я знаю, что пройдёт три дня, будет какой-нибудь взрыв в другом месте. Будут переживать это всё, понимаете, а это уже забудется. И это страшно. Потому что реальные трагедии, к сожалению, они тоже смываются этими новостным потоком, которые одно, другое, третье, четвёртое, пятое. И не можем остановиться. Давайте от новостного потока мы снова вернёмся, как к Сане Мысиной. Не только её мы сейчас увидим, супругу Виктора Коркия мы увидим. Дочь прямо сейчас. Ну это мой любимый поэт, Виктора Коркия. Он меня сломал всю биографию, он меня толкнул в режиссуру. Моя подружка, мы строили с ней театр на красной прессе. Ну а потом она влюбилась в Виктора Коркия. Я узнала об этом через двадцать лет. Она мне рассказала, ты знаешь, какой есть поэт? Ах, как я его люблю! Это мой любимый домашний поэт, Виктор Коркия. Ну ты знаешь это всё. Ты рассказывала всё о будущем в один из дворей? Нет, я ещё ничего не рассказала. Она мне рассказала, как она ему ребёнка привезла в коробку в такси. Ну что вы! Оксана, это ты будешь рассказывать! Мне было с двадцать лет! Это ты будешь рассказывать! Она ему родила подарок человеку. Это Настя работает на дарке. Успела, да? Успела, конечно! Замечательный режиссёр на канале ДОЧК. Это их дочь прекрасная, умеющая. Настя Коркия. Вот. Я? В сущности, у меня нет биографии. Ни творческой, никакой. Биография появится, как только мне не станет. Но пока я жив, её нет. Я рад, что у нас сегодня живой человек без биографии. Виктор Коркия в прямом эфире находится. 969-2211. Как вы поняли, человек, знающий очень много и о поэзии, и о театре, конечно, тоже. Кстати, театр сегодня в кризисе или в расцвете находится? Такие полярные мнения. Знаете, я вот только не помню, Габен это сказал или это... Замечательная вещь. Ему задали вопрос насчёт французского театра. Вот в кризисе он, ну, сильно сказал. Знаете, что сказал Габен? Пока я выхожу на эту сцену, никакого кризиса французского театра нет. Вы сейчас себя соотносите с Габеном каким-то образом? А я легко... Пока я пишу. А я легко соотношу себя. А с чего? Ну, современный драматург, почему нет, конечно. Я современный драматург, да, и, может быть, не только современный. Я не стесняюсь этого. Ну, что теперь делать? А вот почему, скажите мне, вам наверняка этот вопрос тоже журналисты задавали неоднократно. Мы все, или, по крайней мере, часто слышим о том, что современная драматургия должна выходить на подмозги сцены. Режиссёры с этим тоже согласны. Но всё равно обращаются к классике. Чаще. Почему? А это очень просто. Дело в том, что... Мне хочется быть правильно понятым. Вообще пьесу может написать любой человек. Тут большого ума не надо. Слева кто, а справа что? Па-па-па-па-па-па-па-па. Уже смеются. Театр может поставить практически, особенно если хороший режиссёр, талантный, любой текст. В общем, драматург современному театру не нужен. По каким-то вот таким параметрам. Дело не то, что телефонную книгу, но уж прозу точно. А проза вон навалом. Поэтому... Хорошо, что раньше так не рассуждали, когда был Эсхилл, Мольер, Шекспир. Рассуждали. Рассуждали тоже, они были тоже не нужны. Но по-другому. По-другому. Дело в том, что Эсхилл, насколько я помню, мало того, что сам писал. Он, по-моему, частично и сам ставил, и чуть ли не сам играл. Да, был абсолютно театр. Это помимо того, что он участвовал при Соломине в битве и при Марафонской роще. Это совсем другое дело. Шекспир тоже... Ну, там разные... Все они были прямой отношения к театру Эмили. Мольер точно прямой, совершенно глава трупа. Поэтому, понимаете, вот, что такое драматург, которого ставят какой-то театр, который не является сам поситеатром. Это означает, что нашелся человек, который воспринял его тексты как свои. Это счастье выпадает... Если одному драматургу это счастье выпадает, это подарок. Понимаете, мне дико повезло, что с одной стороны Славутин, а с другой стороны Оксана Мысина полюбили мои тексты. Понимаете, и стали свою жизнь вкладывать в них. Вот только вы на мой вопрос не ответили относительно, почему современная драматургия не так востребована, как классик. Так не происходит этого. Я же об этом и говорил. А, то есть не услышан автор. Не услышаны авторы. Их много. Замечательно. Есть много замечательных молодых дарований в драматургии. Я не знаю. Вот я читаю пьесы. Ну, время одно. Где же драматург? Мне же интересно, что происходит. Я вот сегодня ехал на работу и читал пьесу девушки по имени Ярослава Полинович. Я для себя просто открыл это имя. Эту девушку я не читал, честно скажу. Зря. Ну, не читал. Я абсолютно, кстати, уверен, что вы абсолютно правы в оценке. Потому что это наверняка. Но я читал много других пьес, которые я тоже задаю вопрос. А почему это никто не поставил? Я даже не помню сейчас, чья это пьеса. Я ее прочел лет 7-8 назад про Чукотские Эмираты. Это гениальная пьеса. Я не помню автора. К сожалению, забыл. Выскочил из головы. Но она есть в интернете. Потом я прочел пьесу какого-то автора. Там действие в морге происходит. Ну, потрясающая черная какая-то комедия. Я не знаю, кто ее написал даже. Я как бы... Я зачесал, что называется, голову сразу. Потому что я вдруг понял, я так не умею. Ощущения другие. Мои ощущения оттуда идут. А это, видимо, написал очень молодой человек с потрясающими ощущениями какими-то. Они мне были очень интересны. Но театру они, видимо, не так интересны. Не близки, не понятно. Ну, не так интересны. Потом сейчас появился целый, как бы сказать, драматургический такой... Есть и Рощины Казанцева. Кстати, Леша Казанцева, мы были хорошо знакомы. Он тоже. Мы же с Арбузовской студией оба. Земля им и пухом. Вот. Это самое. Там ставят новых драматургов. Ставят новых драматургов. Театр практика. Это совсем другие драматурги. Замечательная была. Я прочел одну ее пьесу. Погибла в этом взрыве. Да-да-да. Яблонская. Яблонская. То есть, вообще, святое место пусто не бывает. Прозу я знаю меньше. А может быть, сложно просто современную драматургию отразить на театральных подмостках? Вот со всей условностью театральных. Нет, дело не в этом. Нет, дело не в этом. Может, легче историю всемирных отравлений ставить? Вот представьте себе, у меня как произошло? Вот жизнь так сложилась. Вот я вот иногда думаю. Я шел куда-то там по своим делам. Ехал. Вошел в автобус, а там сидел Славутин. Но мы были знакомы. Нас познакомил такой поэт замечательный. Он сейчас в Америке живет. Владимир Друг. И мы ехали несколько основок. Я говорю, Женя, хочешь я тебе это... Прочту монолог. Он говорит, прочти. И я начал читать монолог Иисуса. И он тут же послушал Иисус. Я это поставил. Он не знал пьесы. Ну, вот случился контакт. Понимаете? Я напечатал в журнале сцену из «Дон Кихота» еще не оконченную. Позвонила Оксана. Оксана говорит, Вить, я хочу, никому не отдавай, прошу тебя. Это моя пьеса. Вот, понимаете? Это очень важно быть людьми одной крови просто. Да. Я смотрю на вас. И на Славутина я помню встречу с Мысиной. Я помню. Вы люди одной крови. Так я на вас внимательный. Смотрю и понимаю. А Александр из Москвы. Александр, здрасте. Добрый вечер. Ну, я к чему хотел сказать. Я два слова буквально еще добавить. Кто? Это не у всех происходит. Вот у этих авторов, которые вы из «Скальяск». Они не нашли свою пару. Не, моя-то нашла. Ну, тогда... Скоро это имя прогремит, и вы услышите. Да, тем более. Ну, так в чем дело? Я просто для себя сегодня эту девушку открыл. На самом деле, был в театре на Таганке, уже висит афиша. Удивительно. Замечательно. Вера из Пскова. Вера, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Здрасте, да. Меня слушает. Да, Вера, слушаем вас. Я хотела бы ответить на вопрос у Виктора Платоновича. Пожалуйста. Очень хочу. Пожалуйста. Сначала, что мне не нравится, да, в первую очередь, можно сказать. Ну, давайте, конечно, с негатива приятнее начинаем. Самая главная беда, мне кажется, это то, что у нас очень неорганизованные дети. Никто ими не занимается. Все усилия в спорте направлены на показатели, на достижения, чтобы отставить честь страны. А сколько их просто болтается во дворе, с малолетства пьют пиво, заняться им совершенно нещим. Таких очень много, у которых нет ни жилья, у родителей ни работы. Вот это мне очень... Это же наше будущее. Как у нас правительство этого всего не видит и не замечает и не хочет? Или мы им просто не нужны, вот такие люди? Вот мне это непонятно. Теперь еще самая большая беда, мне кажется, отношение к делу. В голову угла подставлено, значит, зарабатывать бабло в основном. Не делать, делать. Я вот... Да, служу, по крайней мере, потому, как вот у нас ремонтируют дома в Пскове. Да. Служу, по крайней мере, потому, как вот у нас ремонтируют дома. То, что на виду, так вроде сделано, все хорошо. Но то, куда мы не можем посмотреть, допустим, крыша. Вот, заклеили. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы сейчас про крышу в подробностях не рассказываете, в каком метро заклеили, а в каком нет. Мы вас услышали. Я с вами абсолютно согласен относительно. Только вы не с негатива начали. Вы начали с тех моментов, которые вам хотелось бы перенести в сегодняшнюю жизнь и с прошлой жизни. Когда к детям относились бережнее. Когда следили, отслеживали их с октябряцкого возраста и провожали до студенческого возраста. Сегодня действительно дети очень многим не нужны. То, что створится в Министерстве образования и с обучением наших детей, это отдельная песня, отдельная катастрофа. Жилищно-коммунальным хозяйством – это тоже беда. Вот это бы сегодня перенести, да и усовершенствовать, глядя на современные уже технологии. Извините, что вас перебиваю, просто не так много времени у нас остается. Конечно, поэту читать стихи – неблагодарное дело. Я хочу сказать два слова по поводу детей. Тут есть проблема серьезная и неосознанная, правильно. Дело вот в чем. Понимаете, вот тысячи лет, тысячи лет буквально, взрослые так или иначе были для детей неким… Слово «пример» не подходит, но они больше знали, они были старше, у них был жизненный опыт и так далее. Это все как бы правильно, это все есть и сейчас. Но дело в том, что человек маленький приходит сейчас в цивилизацию, которую эти взрослые, которые, вот я в том числе, совершенно не понимают и не знают. Мы тоже из той цивилизации. Понимаете, они мне говорят все время про детей, надо их научить добывать огонь трением, а дети прекрасно знают, что нужно подойти и включить выключатель. Они не хотят добывать огонь трением. Я не хочу их заставлять этому. Это очень сложный вопрос. Особенно, я вижу это, вот выходит какая-нибудь замечательная учительница, и видно, что она болеет за своих детей, за свое дело. И ей это очень важно, чтобы они читали. Они не читают, они смотрят компьютер, они телевизор… А я мысленно задаю ей вопрос, а вот вы умеете эти компьютеры включить вообще? Потому что они не могут все время оборачиваться. Значит, там происходят какие-то… Это не значит, что не надо читать. Правильно меня прошу очень понять. Надо читать. Кто больше читает, тот умнее становится. Но мы не можем, не можем их заставлять все время смотреть назад. Нельзя вот так вот ходить вперед с вот своей вывернутой головой. Они туда смотрят. И если мы это не поймем, то все наши усилия по воспитанию, все наши благие помыслы, они, боюсь, не дадут нужного эффекта. Это очень больная тема. Поверьте, я сейчас, может быть, даже говорю сумбурно и не очень точно, потому что у меня тоже и не всегда находишь сразу верные слова. Я просто хочу, чтобы вы услышали, что здесь большая проблема. Раньше взрослые, старшие могли гораздо больше дать людям, детям, понимаете? А не потому что идут в другую пуху. Это очень серьезная проблема. Я надеюсь, что вы поняты остались с нашим зрителем. Я понял, о чем вы говорите. Что своими устаревшими методами в сегодняшний день не самое место. Приходи. Ну, невозможно. Хорошо. Да-да-да. Но, с другой стороны, опека хоть какая-то необходима. Воспитание как таковое необходимо. Я разве говорю, что не нужна опека? Я просто говорю, что это проблема. Как я могу научить этого человека тому, чего я сам не знаю? Совершенствуйтесь сами. Ну, так вот они совершенствуются. Пока молоды. Вот мой внук, он точно многие вещи знает сто раз лучше меня. Он литературы, конечно, знает хуже. Он ее не читал. Ну, во всем, что в том объеме, как я. То есть, никаких заветов внук от деда не слышит? Никаких наставлений в жизни не слышит? Нет, я кое-что ему говорю, но... Что вы считаете важным сказать внуку сегодня? Это слишком сложно. Я так... Это самое... Вовремя должно быть. Я другое, что сказать... Я у него многому учусь, понимаете? Это вы уже сказали, да. А ему-то что нужно? Чему нужно обязательно учить его? Я думаю, что мы должны... Или пусть там вот пробивается. Мы должны...